На минувшей неделе в школе номер 23 Целинова сельского поселения прошло торжественно траурное мероприятие, посвященное памяти Николаю Радькову, погибшему при исполнении воинского долга в Чеченской Республике, и открытие на школе мемориальной доски. С подробностями наши корреспонденты. В январе 1995 года страшное известие о гибели выпускника 23-й школы потрясло всех жителей поселка. Слишком короткой оказалась жизнь Николая Радькова. Он погиб совсем молодым, в 20 лет. Ценой собственной жизни ему пришлось узнать, что такое война. В знак памяти о земляке на минувшей неделе в торжественной обстановке открыли мемориальную доску, установленную на здании 23-й школы. Это просто гордость за то, что теперь у нас есть эта мемориальная доска. В нашем поселении нет ни памятников, нет таких достопримечательностей. И вот мы сегодня открыли имя нашего мальчика. Думаю, что в рамках патриотического воспитания это очень здорово. Ученики нашей школы просто будут гордиться и стремиться быть такими же патриотами нашей Родины, как был Радьков Николай Константинович. Как дань уважения солдату, который погиб при исполнении воинского долга в Чеченской Республике, собравшиеся почтили его память минутой молчания. Среди присутствующих была мама Николая Радькова Валентина Ивановна. Для неё сын, его лицо, его улыбка, его голос навсегда останутся в её памяти. Я благодарна за память клубу «Саланг», дирекции школы. Спасибо вам большое. Спасибо, что помните, чтите. Много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти годы жестоких сражений в чужом краю. Но и в Чечне войны проявили лучшие человеческие качества, мужество и стойкость. Юные славянцы сегодня должны помнить о солдатах, прошедших огненные версты войны в мирное, казалось бы, время. Я бы хотела выразить огромную благодарность за мемориальную доску, которую повесили в нашей школе. Теперь каждый из нас будет знать, помнить и гордиться о человеке, который учился и был выпущен в нашей школе. За его подвиги и за его отвагу. И каждое будущее поколение будет знать и помнить этого человека. Я благодарю всех, кто принимал участие в организации этого патриотического мероприятия. Оно призывает нас помнить о таких людях, как Николай Радьков, о смелых, мужественных, которые ценой своей жизни рисковали, спасая наше мирное небо над головой. Я горжусь тем, что в нашей школе учился именно такой человек. Продолжилось мероприятие урока мужества. Он прошел в рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. Урок был посвящен событиям Чеченской войны и подвигу российского солдата, о которых обязаны помнить. «На Мамаевом кургане, кто погиб в Афганистане, кого черные тюльпаны несли домой? Вспомним, стопкою помянем, кто на Мамаевом кургане, чьи судьбы связаны одной петлей». Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова